Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Проект благоустройства парка «Зелёный остров» в Карачаевске признан одним из самых успешных в 2023 году. Отгрузка зерна по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. Насколько соблюдены требования к хранению и куда направляется зерно из амбаров? Механизмы укрепления идентичности и гражданского согласия многонационального народа России. Эту тему сегодня обсуждали в Северокавказской академии. В Черкесске появилась аллея педагога и на ней в Центральном парке высадили 19 саженцев. Сегодня в Москве состоялась встреча министра по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова и главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова. Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов власти региона с подразделениями МЧС, действующими на территории республики, в периоды сезонных рисков, а также в преддверии зимнего туристического сезона. Александр Куренков дал высокую оценку профессионализму работы поисково-спасательных служб МЧС по республике. Рашид Тимрезов поблагодарил министра и его коллег за поддержку Карачаева-Черкесии и регионального МЧС в вопросах профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уютное место отдыха для гостей и жителей. В рамках празднования 96-й годовщины образования Карачаевска прошло официальное открытие парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Для горожан была подготовлена яркая праздничная программа, различные конкурсы для детей. В открытии приняли участие представители власти республики и общественность. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Открытие парка культуры и отдыха «Зеленый остров» стало самым важным и ярким событием в жизни Карачаевска. Различные национальные подворья, выставка декоративно-прикладного искусства, увлекательные конкурсы для детей украсили праздничное мероприятие. Появление этого прекрасного объекта стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории «Малых городов». От имени главы республики поздравил всех горожан с открытием парка первый заместитель председателя правительства Хазарчакуй. Очень важно создать в новом парке комфортную среду на долгие годы в будущем, куда люди будут приезжать, отдыхать с удовольствием. Дорогие жители и гости города Карачаевска, примите самые теплые поздравления со знаменательным событием в истории Карачаевского городского округа. Желаю, чтобы на этой прекрасной и уникальной зоне отдыха было место только для положительных эмоций. Местность парка, культуру и отдыха «Зеленый остров» полностью была благоустроена и созданы все условия для комфортного досуга. Мэр Карачаевска Марат Урусов подчеркнул, что парк гармонично сочетает в себе новизну и чудесную атмосферу, которой всегда славился наш город. Это событие станет знаменательным в истории Карачаевского городского округа. Ведь этот парк станет не только местом для отдыха, но и символом нашего единства и гордости за наш город. Одним из успешных проектов благоустройства городских пространств в 2023 году стал в том числе и парк культуры отдыха «Зеленый остров». Сообщил на совещании буквально вчера заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснулин. Уверен, что каждый здесь сможет найти что-то особенное для себя. Первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев и мэр Карачаевска Марат Урусов, перерезав красную ленту, дали старт развитию парка культуры и отдыха «Зеленый остров». От имени юных жителей выразил благодарно всем причастным к открытию этого объекта ученик 10 класса 1 школы Карачаевска Азарет Али Чумаев. Позвольте обратиться ко всем присутствующим на этом празднике от лица благодарных жителей нашего любимого города. В этот праздничный день для нас всех у жителей Карачаевска представилась огромная возможность ощутить общую принадлежность к удивительному и красивому уголку нашей огромной страны. Наши люди – это богатство, несущее в себе неоценимую роль в достижении высоких жизнеутверждающих целей. По завершению мероприятия победителям различных детских конкурсов вручили ценные призы и подарки. Олег Халебшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Урожай зерновых колоссовых в этом году не рекордный, но и неплохой. Пшеницы собрали достаточно, и этого вполне хватит для обеспечения продуктовой безопасности республики. Вывозят зерно и за пределы Карачаева-Черкесии. Отгрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. Насколько соблюдены требования к хранению, об этом рассказали специалисты Росельхознадзора. Подробности у Альбины Ламковой. Это не бархан и не пустыня. Мы находимся в зернохранилище. А красивый пейзаж у нас создан из кукурузы. Ее хранят, соблюдая все технические условия, так как она считается одной из главных продовольственных культур нашей страны и служит основным продуктом сельского хозяйства. Зерно проходит длительный путь от посева семян в поле до готовых продуктов на нашем столе. На каждом этапе необходим комплексный контроль качества, насколько оно пригодно для человеческого потребления. Эти характеристики устанавливаются в соответствии с ГОСТом и оцениваются в специализированных лабораториях. Управление Росельхознадзора обращает внимание участников, заинтересованных в покупке и продаже зерна, чтобы отбор продукции осуществлялся в строгом соответствии с требованиями правил по карантинному надзору и контролю. Отобранные образцы запечатывают со всей пакеты и отправляются в подведомственные Росельхознадзору лаборатории. Анализ зерна позволяет определить печевую ценность, качество, стоимость, безопасность и область применения конкретного сорта или партии. Результаты оценки зависят от генетических особенностей растения, условий выращивания и хранения. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль при отгрузке зерновых и масленичных культур из нашей республики в регионы России. Количество составило более 74 тысяч тонн. При этом из них 14 тысяч – это зерно нового урожая. Большая часть зерна поступила в партии Краснодарского края, Астраханской области и Республики Дагестан. По сравнению с 2022 годом отгрузка с республики увеличилась более в два раза. С чем связан высокий спрос на наше зерно из нашей республики? Ну, зерна у нас в республике много. Хорошее зерно, качественное, что подтверждается лабораторными испытаниями. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки – «это залог успеха в достижении цели снижения количества нарушений», – ответил Аслан Хубиев. Результаты анализа – самый главный документ, на основе которого формируется стоимость продукции. И именно ее оценка влияет на цену зерна в контрактах на поставку. На базе Северокавказской государственной академии сегодня прошел круглый стол на тему механизма укрепления идентичности и гражданского согласия многонационального народа России. Участие в обсуждении важных вопросов, сохранении традиционных ценностей приняли представители органов власти в республике, федеральных и региональных, общественных и образовательных организаций. Выступавшие на примере разных регионов рассказывали о значимости межнационального взаимодействия и сотрудничества. Москва строилась с разными народами и в настоящее время численность населения Москвы уже превысила 13 миллионов человек. При этом Москва фактически является единственным субъектом в Российской Федерации, который представляет крупнейший национальный состав в России. Мы видим отсутствие диалога между людьми, к сожалению, иногда приводит к тому, что начинают разговаривать между собой. Поэтому не то чтобы прекращать или снижать этот диалог, мы обязаны совсем по-другому пересматривать их взаимодействие между разными субъектами, представителями разных сфер, науки, культуры. То есть только укреплять, только усиливать. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днем 14-19, выше нуля и местами до плюс 13. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 16-18 градусов тепла. В Следственном комитете России проведен учебный курс для 27 старших помощников, руководителей региональных следственных управлений, в обязанности которых входит информационное взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью. Карачево-Черкесию представляла старший помощник руководителя Следственного комитета по Карачево-Черкесии Карина Бекижева. Были проведены рабочие встречи с представителями ряда основных телеканалов и информационных агентств, где обсуждены способы совместного оперативного и объективного информирования общественности о работе следственных органов Следственного комитета России. Просветительское озеленение – символ благодарности и уважения. В Черкесске в Центральном парке высадили аллею педагогов и наставника, посвященную учителям. Подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит. Профессия учителя считается одной из самых почитаемых в мире. Учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. И аллея – это символ благодарности и знак уважения непростому педагогическому труду. На церемонии открытия аллеи педагога и наставника с приветственным словом выступила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Мы сегодня с вами высаживаем аллею, посвященную году педагога и наставника. В год педагога и наставника мы отдаем дань памяти и уважения нашим прекрасным учителям. И эта аллея будет напоминать о каждом из них, о нашем любимом учителям. В год педагога и наставника по инициативе главы Карачаева-Черкесии при поддержке парламента, министерства, профсоюза образования и науки, мэрии Черкеска, молодые педагоги, наставники, профсоюзные активисты и старшеклассники, а также гости торжественного мероприятия, высадили 19 саженцев яблонь Маковецкого в Центральном парке Черкеска. Эта аллея будет служить достойным украшением нашего города, будет радовать не одно поколение наших жителей и гостей, напоминая о той важной роли учителя в судьбе каждого человека. От подготовки молодых сотрудников, будущих учителей, зависит и будущее учеников. Заслуженные педагоги готовы передавать начинающим преподавателям навыки общения с учениками, а также их родителями. Мы очень ждем молодых специалистов у себя в школах, и как старшее поколение мы подставим всегда свое плечо. Спустя несколько лет саженцы подрастут и весной будут радовать своим цветением, а осенью – сочными плодами. Эта аллея – повод еще раз вспомнить и поблагодарить наших учителей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Завтра в Черкесске в Центре развития предпринимательства открывается рыбная лавка. Чем порадуют в этот раз рыбаки Камчатки, расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот она перед вами. Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами. Омега-3 и омега-6. Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов. Таких как цинк, селен, магний, фосфор. Порадует вас и селедочка, наивкуснейшая. Ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы самые настоящие шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия – красная королева – икра. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты. Полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбеца, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка. Но она считается диетическая рыбка, потому что, если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Поспешите в рыбную лавку «Дары Камчатки» и поднимите себе осеннее настроение. Адрес прежний – Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 29 октября включительно. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Зеркало лжи». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова